Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и разработчики выложили на продажу два танка. Можете взять отдельно, можете взять себе комплектом. Комплект обойдется вам в 17500 и в этом комплекте вы получите две Шкоды Т27 и Т56, два довольно симпатичных прикольных камом, которые меня устраивают как на одну, так и на вторую машину. На Т56 кама смотрится ну просто так, знаете, аж трясет всего, блин, от яркости данной машины. Я бы очень сильно хотел себе машину вот в таком внешнем виде, но, к сожалению, не могу себе позволить данной роскоши. И сейчас объясню почему. Не потому что копилки не хватает, но все же. Итак, ребят, возвращаемся к теме. 17500, два камом, второй кама на Т27 смотрится вот так вот простенько, но стильненько. Поэтому, безусловно, на Т56 мне нравится больше, но все равно. Что касается АВЫ, даже обращать внимание не будем, она сейчас светится у нас во всех наборах. Есть Х5 на обе из этих машин, и, кстати, ребят, по 20 штук, не по 10, не по 15, а 40 и Х5 вы получаете. И можете довольно не кисло на этих двух машинах пофармить себе свободного опыта, элитного опыта. Короче говоря, ну, в хозяйстве пригодится однозначно. Открытое оборудование. Мы уже к этому всему привыкли, но, согласитесь, ребят, на 8 левеле это существенная экономия серы. Ну и, соответственно, два слота в ангаре. Точно такой же наборчик вы можете взять себе за 40 баксов. К сожалению, не могу показать это предложение, потому что зашел через Wargaming Game Center, поскольку у меня сейчас очень сильно Steam почему-то тормозит. Но да бог с ним. Просто поверьте на слово, 40 долларов точно такой же набор. Можете взять себе Шкоду Т56, голую, лысую, за 10 косарей. И я не буду себе брать Шкоду, хотя очень хотел бы себе Т56 по одной простой причине. Потому что я лично считаю, что 10 косарей за 8 левел это дорого. Нормальная, адекватная цена данному тяжу 8,5. Окей, хорошо. Вот, ну, пускай уже даже в голом состоянии. За десятку здесь должны быть хотя бы там какие-то плюшки. Хотя бы тот же самый Камо положите, уже будет понятно, за что ты отдаешь 10 косарей золота. Что касается Шкоды Т27, то тоже можете взять ее себе отдельно за 8,5. Но все же это дороговато. По моему скромному мнению, 7,5 это плюс-минус золотая цена для голой машины. 8,5 опять-таки, если бы здесь были хоть какие-нибудь плюшки. А так, честно говоря, отдельно дороговато. Что касается 17,5, если вам надо 2 машины разного класса, то в целом предложение довольно неплохое. Особенно с учетом того, что здесь положили. Если бы здесь еще светанулись, допустим, 14 дней према, предложение вообще был бы просто абзац. Ну, а так, я бы сказал пол абзаца, но все равно довольно неплохо. 17,5 косарей за такое предложение. Почему мне не нравится предложение за Real Money? Объясню. А, блин, не смогу объяснить на примере, но в любом случае, короче, ребят, как я уже сказал, не могу показать за Real Money предложение. Вы все можете зайти и посмотреть, что в магазине за 45 долларов, то есть это на 5 баксов дороже будет, вы можете себе взять 35 тысяч золота. Таким образом, лучше 5 баксов доложить, если вы все равно донатите, купить 35 тысяч золота, за 17,5 купить жирный классный набор, еще и 17,5 себе сэкономить голдишки на какой-нибудь следующий наборчик. И, таким образом, переплатить всего лишь, по большому счету, 5 баксов за 17,5 тысяч золота. По-моему, очень даже выгодное предложение. К сожалению, на предложение за Real Money у меня нет возможности повестись и купить себе, поскольку не имею таких финансовых возможностей. Ну, а что касается второй ситуевины, так это то, что у меня Шкода Т-27, как вы видите, есть. И если я куплю себе набор за реальные деньги, то я получу компенсацию за танчик 5 тысяч золота. Кстати, какой бы танчик у вас не стоял в ангаре, 56 или 27 Шкода, у вас будет компенсация, что за то, что за тот танк 5 золота. 5 тысяч, простите, золота, если кто не понял. Ну, а что касается КАМО, если вы КАМО эти уже имеете, то, соответственно, вы получите 3560 золота компенсации. Вот так вот, ребят, получается. Теперь, что касается Шкоды. Сравнивать ее с другими машинами на 8 левеле очень сложно, по одной простой причине, потому что, во-первых, она обладает плюс-минус уникальным своим барабаном, который не похож ни на кого на уровне. Ну, и, во-вторых, ребят, у нас такое количество средних танков, что замахаешься пыль глотать, сравнивать. Пройдемся кратко по орудию. С учетом установленного оборудования, с учетом амуниции, ребят, с учетом опыта экипажа, мы с вами получаем 3 снаряда в магазине по полторы секунды. Это стандарт, здесь ничего не изменится. Что касается бронепробития, 194, чего на уровне больше, чем достаточно для того, чтобы на среднем танке успешно отыгрывать. 220 единиц урона, ну и, соответственно, 3 снаряда, 6, 6, 0, да, все правильно, 660 единиц урона с одного барабана. При этом, ребят, ДПМ у нас не слишком велик, 2089, но вполне реализуем. Время перезарядки магазина 16 секунд. Это, казалось бы, немного, но на Шкоде, с учетом ее плюс-минус картонности, это время надо уметь пережить. Что касается углов склонения вниз, минус 8, но Шкода не предназначена для игры от неровностей, именно как от башни, поскольку в башню ее пробивают. Да, есть рандомные рикошеты и так далее, но вот эти два пятака, они серые, поэтому будьте готовы к тому, что угол вам необходимо будет использовать именно для того, чтобы было легче прицелиться в движении, допустим, там, ну, либо высунуться, дать шот и откатиться назад. Стоять на Шкоде, отыгрывая от башни за какими-то преградами, за неровностями, однозначно противопоказано, потому что пробивать будут, ребят, вас, ну, просто на ура. Да, если даже вдруг кто-то в бою найдется, кому сделать это будет сложно, то, поверьте мне, переключившись на голдовые снаряды, он вполне спокойно вас пробьет, поэтому ни в коем случае на Шкоде мы не стоим. Я никогда не вырезаю ничего из своих обзоров, и даже если сейчас будет какой-то фейл, прям полнейший, то в любом случае вы это увидите. Почему я делаю именно так? Почему я не делаю так, как другие авторы на своих каналах, на которых вы можете увидеть исключительно победные бои? До одной простой причиной я руководствуюсь, потому что вы должны видеть, может ли вас машина потенциально расстроить. Будет ли такое, что вы будете заходить в бои и будете проигрывать? Будет ли такое, что вы будете заходить и вас сразу будут отправлять в ангар? Вы должны об этом знать перед тем, как будете тратить свою кровную голду, либо свои реальные деньги. На Шкоде первым в бой рваться ни в коем случае нельзя. Напомню еще раз, время перезарядки магазина со всеми дополнительными плюшками, которые можно на Шкоду навесить, составляет 16 секунд. И это много, ребят. Есть ребята, которые стреляют гораздо чаще, но и, соответственно, перезаряжаются гораздо быстрее. Поэтому входить в какие-то вот такие вот баталии, в которых вы хотите победить именно своим ДПМом, пользуясь своим КД, я бы остро не рекомендовал. Что действительно на Шкоде классно. На Шкоде классно подъехать, выкинуть свой барабан, который отбрасывает снаряды по полторы секунды и быстренько куда-нибудь спрятаться. Вот в таком случае вас ждет успех. Держитесь подальше от соперников до определенного момента, а именно до момента, когда вы поймете, что вот сейчас вы действительно можете пойти в прорыв и действительно таким образом чего-нибудь в бою зарешать. До этого момента лучше отстаивайтесь, как бы сильно вас в бой вперед не тянуло. Так, я сейчас плюшку явно должен буду получить. И мне надо очень-очень-очень быстро отсюда бодро сваливать, хотя Шкода, как вы видите, подвижностью особой не обладает. На Шкоде далеко не каждый бой будет классным. Далеко не каждый бой будет предоставлять вам, ну прям, бурю эмоций позитивных. Порой вы будете довольно жестко сливаться и очень-очень грубую ошибку делают те, кто пытаются Шкоду сравнить с прогой 46-й. Это принципиально разные танки. Я сейчас сваливаю просто на свой фарт, отхватываю плюхи, но другого варианта у меня просто нет, потому что в противостоянии с вот этими двумя ребятами мне ровным счетом ничего не светит. И меня будут жестко просто разбирать все, кому не лень. Ну вот и все. Какой бой был, такой был. Безусловно, в обзоре он останется. Я не собираюсь ничего вырезать. Обратите внимание, абсолютно спокойно пробивают верхний бронелист. Нижний бронелист абсолютно спокойно прошивается. Прошивается борт башни, затылок и корма, понятное дело, тоже будут прошиваться, потому что здесь прям совсем сущий картон. Досматриваем данный бой, смотрим на результаты, которых мы в принципе в данной конкретно катке не дали. Ну и соответственно обязательно сейчас заедем в следующий бой. Если вы хотите посмотреть дополнительные обзоры на Шкоду Т27, то я добавлю обязательно ссылочки в описании под данным видео. И в процессе видоса будут вот здесь вот всплывать подсказочки на дополнительные видео. Так или иначе, своих 900 единиц урона я накинул, практически косарь, и это ничего не делая. Обратите внимание, что двое наших союзников просто слились с нулем. Тот же самый Тортоис дал максимум 2 плюхи, и то я сомневаюсь, скорее всего одну смог бросить. Но и честно говоря, наш товарищ Борщ, он тоже мог бы сделать немножко побольше, чем 1 или 2 выстрела. Скорее всего здесь спрятаны 2 выстрела, просто с не очень хорошим уроном. Поэтому, ребятки, не сильно показательно, меня еще и дизнули, даже не буду смотреть, кто меня задизил. Ну да ладно, в принципе, частично это заслужено, вопросов нет. Но в целом вся команда отыграла как-то вяленько и не очень. Хотя своей конкретной вины я в проигрышах никогда с себя не снимаю, если такая вина была. И сейчас частично да, она была, возможно мне стоило поехать со всей командой. В целом Шкода лучше всего отыгрывается все-таки на более-менее открытых картах, где-нибудь на пустынных картах, на картах, на которых есть неровности. На прямых площадках, с учетом своей картонности, Шкода отыгрывается крайне. Крайне хреново, по-другому я это назвать не могу. А вот на каких-нибудь пустынных картах, там где вы между барханами можете куда-нибудь перекатываться, уходя от засветов, допустим, машина чувствует себя очень бодренько. Да, безусловно, очень не хватает подвижности данной машины, но все-таки у этой машины класс средний, а не легкий. И если вы не совсем с этим согласны, пишите в комментариях, почему вы с этим не соглашаетесь. Но я лично считаю, что средние танки, они должны быть действительно чем-то средним между легким танком и тяжелым танком. Оттого они средними и называются. Но Шкода все-таки обладает подвижностью, я бы сказал, приближенной именно к тяжелому танку. То есть уходит со своей вот этой вот позиции среднего, да, класса между легкими и тяжелыми, и приравнивается, я бы сказал, приближается, наверное, так будет более правильно, приближается к тяжелым танкам по подвижности, и мне это, ну, не всегда нравится в Шкоде. Точнее, всегда не нравится. Что касается углов склонения. Как вы видите, углы склонения просто суперские. С этим спорить навряд ли кто-то будет, потому что машина действительно обладает возможностью вот так вот подкатиться, кинуть буквально за 3 секунды 3 плюхи. Почему так? Потому что первый выстрел вы делаете, полторы секундочки перезарядки, и делаете второй выстрел. Таким образом получается в целом, ну, 3 секунды самое то. Так. Даже не знаю, честно говоря, как сейчас правильно поступить. Понимаю, что сейчас могу под раздачу попасть, может ПТ-шка какая-то скрываться. Но у меня есть барабан на 3 снаряда, который, если я сейчас реализую этого товарища, отправлю в ангар. Именно об этом я говорил, что в прорыв необходимо идти тогда, когда ты плюс-минус уверен в том, что у тебя что-то должно с этого годное получиться. Также на Шкоде лучше не рисковать, если уверенности определенной нет. Так, кого нам еще здесь можно подловить? Вот этого товарища, я думаю, что у нас хватит в духу. Эх, блин. Один. Один снаряд фейловый оказался, и видите, чем все закончилось. Товарищ теперь кинул мне в ответку. Обиделся, наверное. Так, смотрим. Кто-то скажет, что я Шкоду использую неправильно. И когда-то мне в комментариях писали, правда, коммент мне пришлось удалить. Ребята, я всем напоминаю, я не потерплю в комментариях на своем канале матерщины. Потому что мои видео и комментарии могут читать женщины, девушки, ну а главное их могут читать дети. Поэтому, если вы хотите оставить какой-то коммент, даже пускай он будет гневный, вы чем-то недовольны, пишите без матерщины, и тогда ваш коммент, он останется висеть под видосом. В противоположном случае я вынужден удалять такие комментарии. Прошу отнестись к этому с пониманием. Ну и, соответственно, следить за словами. Что касается того, о чем я не договорил. Мне в комментариях писали, что я Шкоду использую неправильно. Что на Шкоде необходимо ехать вместе со всеми, давить направление. Я же считаю, что Шкода это та машина, на которой этого делать не стоит. Стоит побольше хорониться, и тогда от вас будет больше результатов. Правильно это или неправильно, я не знаю, ребят. Я использую Шкоду именно так. Я никогда на своем канале не выкладывал и не планирую выкладывать видосы, в которых я буду кого-то учить играть. Вот я не отношусь к тем ребятам, которые с умным выражением лица рассказывают, как играть правильно, как нагибать, как что использовать. Я могу где-то что-то посоветовать на собственном примере, но не более того. Каждый играет так, как ему нравится, каждый играет так, как он умеет. Поэтому, ребят, самое главное, чтобы вы получали удовлетворение от того, чем вы занимаетесь. Ну а насколько у вас это выходит. Тренируйтесь и будет выходить лучше. Мне почему-то кажется, что здесь сейчас будет явно проигрыш, но из боя просто так уходить не хочется. Все, что можно было сделать для этого боя, мне кажется, я сделал. И что-то мне подсказывает, что я далеко не внизу списка по результативности своей. И в целом, ребят, несмотря на то, что мы с вами получили два фейловых боя, нет ни одной победы, хочется все-таки отметить, что заценить машину позволяют и проигрышные бои. 3980 единиц нанесенного урона. Мы сделали с вами два фрага. Машина при этом, с учетом того, какой проигрышный, но все-таки хороший бой был, получает с учетом установленного према 81 тысячу серебром. И это, ребят, за проигрыш. Теперь, ребят, давайте посмотрим на результаты по команде. Скажите, пожалуйста, почему мы слились? Ну, по-моему, ответ очевиден. Явно уж не я был в этом виноват, потому что свое законное место по урону, а именно первое, с огромным отрывом от всей команды, я сделал. Поэтому я лично считаю, что проигрышный бой мог бы быть выигрышным, но зарешал однозначно не я. Зарешали те ребята, которые, ну, не совсем смогли качественно отыграть. Вот такая вот она Шкода Т27. Вот что она вам принесет. Она вам принесет и проигрышные бои, после которых будет грустно смотреть на результаты. И однозначно будет огромное количество боев, в которых вы будете получать удовлетворение и получать огромные качественные результаты. Вот поверьте мне на слово и ни в коем случае не слушайте тех, кто будет сравнивать данную машину с Проджетой 46. Это абсолютно, кардинально, диаметрально противоположные машины. Поэтому, если вдруг вам начинают показывать сравнительную таблицу и что-то начинают рассказывать по поводу Проджеты 46, можете сразу выключать данное видео и не смотреть его. Шкода Т27, она одна такая на весь уровень. И нечего ее сравнивать с кем-либо, даже с другими барабанными средними танками на уровне. Но это мое скромное субъективное мнение. Вы пишите свое и обязательно подписывайтесь на канал. Я буду вам безумно благодарен за поддержку моего начинания и за то, что вы помогаете развивать наш с вами канал, который, надеюсь, будет приносить вам исключительного удовлетворения. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока!